Зима – это сказочное время года, но за романтикой зимних вечеров нередко скрываются и опасности. За снегопадом и оттепелью неизбежно последует похолодание. Значит, вся вот эта слякоть превратится в каток, а сосульки начнут падать с крыши, возможно, кому-то на головы. Головед опасен как для водителей, так и для пешеходов. Последние при падении на льду могут получить травмы разной тяжести – от ушиба до переломов. Пик обращений в травматологию – начало зимы и весны. В группе риска – пожилые. Им врачи рекомендуют не выходить из дома в гололед. По анатомическим особенностям у людей старше 45-50 лет кровоснабжение шейки бедра нарушается, прекращается. Поэтому такие переломы не срастаются. Единственный вариант лечения – это протезирование тазобедренного сустава. Для того, чтобы лед был не скользким, дороги посыпают смесью песка и 15-процентной соли, а тротуары – просто песком. Такая защита эффективна при морозе до 15 градусов. При температурах ниже наледи убирают грейдером. Дорожной службой заготовлено 38 тысяч тонн песчаной соляной смеси. Этот объем соответствует среднему уровню использования в зимний период. Реагентов достаточно. Посыпка ведется в соответствии с нормативами. А вот от сосулек песок не спасает. Барнаульцы уже жалуются на опасные крыши, с которых свисают глыбы снега и огромные сосульки. За чистку крыш отвечает или УК, или собственники. Если сосулька или снег упали на голову, нужно обязательно вызвать скорую и госпитализировать человека, а потом взыскать компенсацию. Прежде всего необходимо обратиться в медицинское учреждение, в котором зафиксировать весь нанесенный ущерб и его причины. Далее необходимо уже с имеющейся справкой написать заявление в управляющую организацию, ну или же в ТСЖ, и ждать ответа. Если ответа в назначенный вами срок, в среднем это около месяца, не будет, то необходимо обратиться в суд для взыскания материального и также иного морального ущерба. От сосулек может спасти внимательность, и от гололеда поможет обувь с качественной протекторной подошвой. Или, если есть проблемы с суставами, трость. В любом случае, проверить свой маршрут на безопасность перед выходом из дома – шанс остаться целым. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.